А, так что у нас травата не забита? Потому что погода меняется. Я зря что ли жду эти рубрики, эти 100 сортов. Ретроградный Меркурий, во-первых, сейчас. А это очень сильно нас влияет. У нас вообще очень канал Тропых от фаз Луны зависит. Всем привет! Всем салют! Меня зовут Аван. Я Сергей. А это значит сегодня рубрика 100 сортов и канал Торопых. Самое кулинарное шоу о марихуане. Мамма миа! Сегодня мы не просто, сегодня вообще вот... Вот кстати, вот почему, почему? Почему у нас рубрика 100 сортов, а шоу самое кулинарное? А потому что, потому что вот такая вот, это наша новая идея, которую мы хотим... Блять, грайндера нету, ну что... Ну что поделать, что поделать. Сейчас я за грайндером сгоняю. Хуя себе! Здесь шишки, да. Единственное, что вот это большое количество рыжины меня немножечко напрягает, но с другой стороны это просто... Может это сорт такой? Да нет, скорее всего, все-таки огромное количество рыжих волос всегда говорит о использовании гормонов. На самом деле, вот в чем вообще, в чем, в чем идея этого дела-то всего? Рубрика 100 сортов, у ней две проблемы существуют в этой рубрике. Первая и, наверное, одна из самых важных проблем, что далеко не каждый сорт травы способен создать контента даже на 20 минут. Да, по-другому даже можно сказать. Вообще, любой сорт травы, любой сорт травы, который вы только сейчас бы не придумали себе, на него найти информацию, даже на маленький выпуск, это очень сложно на самом деле. Все, что у нас есть, это лихли. Единственное, что мы можем, что мы можем поговорить, говорить о сортах, на самом деле, это то, какие родители у сорта, и то, какие премии этот сорт выиграл, и маленькую, маломальскую историю. Терпенный, ТГК, да, и вообще каннабиноидный набор. Все, в общем-то, на этом все заканчивается. Как сделать обзор сорта при таких вводных условиях? И то мы сделали 10 или сколько там, почти 10 выпусков. Ну, мы же канал Доропых, нам без разницы. Я уже вспомнил всех своих учителей, все свои детские истории, уже, ну, просто уже нечего рассказывать, поэтому... Да. И плюс вторая проблема, вторая проблема в том, что Ютуб не любит нашу рубрику 100 сортов, и ограничения прям сразу просто с первых минут получается. Поэтому рубрика 100 сортов модифицируется, превращается в рубрику 100 рецептов. Ну, да и вообще, этого и не хватало. Да. Вот в рубрике 100 сортов было все, но не хватало пожрать после того, как покурил. И вы любите кулинарные выпуски. И вы любите пожрать. И постоянно их просите, и как бы две любимых рубрики, кулинарная рубрика и рубрика 100 сортов соединяются, и получается нечто новое и прекраснейшее. Я думаю, всем зайдет. И мы еще хотим готовить так, чтобы блюдо каким-то образом перекликалось с сортом, который мы пробуем. И более того, в начале рубрики теперь мы не будем озвучивать, мы не будем озвучивать тот, какой сорт мы будем конкретно курить. Мы будем про него рассказывать, мы будем парочку каких-то там реплик вставлять. Но в конце, по тому, что мы будем готовить, и вообще по всему происходящему в выпуске, вы будете сами догадываться, о каком сорте шла речь. Да. Ну, сегодня мы скажем, что мы вообще поняли идею. Да, сегодня концепт. Концепт. Но вообще, да, в следующих выпусках мы не будем... Устно вообще, как цветочный, просто. Офигенный. Супер. В следующих выпусках мы не будем говорить, что за сорт. И когда вот выпуск прошел, пишите в комментариях свои идеи, что будет за сорт. Ну, в следующем выпуске мы это уже поподробнее расскажем. А сегодняшний выпуск, наконец-таки, долгожданный Blue Dream, про который мы так долго говорили, который мы даже уже попытались сделать 100 сортов на рыбалке. Не получилось. Это какой-то прям заговоренный сорт. Но при этом, наверное, один из самых крутейших гибридов, наверное, ну, не знаю, мне кажется, вот нет, наверное, на слуху ничего более узнаваемого в плане вот марихуаны, по крайней мере, в Северной Америке, чем сорт Blue Dream. И да, и как бы, когда вы нас спрашивали вот на стримах, посоветуйте сорт, вот даже если кто постоянно смотрит стримы, те заметили, что мы всегда говорим Blue Dream. И вот там вот в Инсте где-то спрашивают, посоветуйте сорт, мы всегда говорим Blue Dream. Потому что это, наверное, был первый сорт, который нас действительно вот впечатлил. Я помню, Олан его где-то достал, тогда еще все было нелегально, никаких там легальных диспансеров еще не было. Мы купили с тобой его, мы там очень много людей сложилось и купили большое количество. Это потом было? Нет, 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 сначала ты просто его, я помню, ты ко мне приехал и думал, типа, бля, такая трава, у меня такая трава. И мы сделали такой маленький джойнтик. Подожди, дай покопаю себе. Тогда еще, я еще жил там на этой. Нет, это невозможно это не пробить, я уже тогда курил много. Да, ну я просто помню, что ты привез такая трава, такая трава и попробовали, реально была такая трава, блин. И потом вот уже мы сложились и купили уже фунт, да. Сейчас кажется, что мы уже, мы такие, как будто тогда мы вообще как будто не курили, да? Ну типа, что мы такие были, как дети. Тогда у нас было такое, что мы даже запоминали сорта, которые действительно нас впечатляли по вот характеристикам того, как нас накрывало, в общем-то. Сейчас у нас просто разъебало или нет, пердишин или бобриная струя. Меня до сих пор все еще не разъебало. Мы с тобой такие грузные начали. Вообще сегодня настроения не было. Как будто не с той ноги как будто встали. Да потому что меняется погода, блин. И ретроградный Меркурий заебал уже. Ретроградный Меркурий, легализуй шмаль, хватит меняться постоянно, блин. Ну и вообще на самом деле, вот я по себе могу сказать, что это уже признак на самом деле зависимости такой реальной. Ты думаешь? Да я уверен, как бы это глупо, это отрицать. То есть я с утра вот как бы нормально, а потом вот чем дольше день идет, тем больше копится раздражительность типа. И портится настроение. И пока не покуришь, это каждый день так. Вот как бы с утра пока работаешь до обеда еще нормально. После обеда начинает уже как-то портиться настроение. Ну и вообще, вот могу по свежему опыту сказать, а контролировать настроение чуть сложнее, когда прикуриваешься, и б ты реально реагируешь на погоду совсем по-другому. У тебя действительно каждое маленькое изменение атмосферного давления, где-то там облачко маленькое вылазит, все, ты уже такой прям погибаешь максимально. Ну на самом деле, что касается вот этого настроения, это не следствие травы, с любой зависимостью такая фигня. Если зависимость от алкоголя, тоже чувак, вот типа если он уже день не пил алкоголик, к вечеру он уже капец раздраженный. Или вот то же самое, что люди там играют, или что, это просто раздражение от того, что ты не получаешь предмет своей зависимости. На самом деле, если человекозависимого от телефона лишить этого телефона, то тоже с утра он будет еще нормально. На секундочку это, наверное, 95% вообще населения. То есть представьте, представьте, что вы вот целый день без телефона, и уже вот вечер, и вы все еще без телефона, и вы знаете, что не будет телефона. Ну реально же от этого портится настроение. Вот то же самое, что с Малью. Давно мы его не вставляли. Тот замечательного ямальского гида. Самый крутой гид, я хочу, чтобы такой... Может быть нам как-нибудь пригласить его на этот? Жив ли он вообще? Я уверен, что с ним все в порядке. Сколько ему сейчас лет, он там уже пожилой. Он столько марихуаны выкурил, что умереть уже невозможно. Он как мумия уже, знаешь, как в янтаре мухи застревают или там пауки. Вот он так же только в шатере. Каждый орган у него уже просто в масле. Через тысячу лет, прикинь, археологи копают на Ямайке. И находят кусок янтаря. Нет, Ямайка уже где-то на горной вершине какого-то нового континента, который где-то там образовался. Они находят такие сначала немножко кусок янтаря, думают, что янтарь. А потом оказывается, что это остекленевший шатер, в который влип вот этот ямайский гид. Да, причем, когда ты рядом с ним куришь, с этим янтарем, когда рядом куришь, он улыбаться начинает. Просто сам улыбается внутри. А история за тем, что он типа спиздил целую бочку шатера где-то, шел с ним и провалился в ущелье, и шатер его там забальзамировал. Так вот, мы так и не сказали, как называется сорт, который мы сегодня... А мы не сказали, Blue Dream он называется. А сказали, блядь, я туплю. Сказали? Сказали, я же потом еще... Или мы только... Я уже ничего не помню. Короче, если не сказали, сказали, не сказали, скажем еще раз, еще раз, Blue Dream. А поскольку прошло уже 40 минут записи, я хочу вам сказать нашу другую идею об этом выпуске. Эти выпуски будут короткими. И планируется по полчаса. Это уже прямо вот сейчас это не точно уже. Короче, для первого выпуска, вот что связано с Blue Dream. Потому что мы сначала придумали Blue Dream, а потом придумали, что это будет кулинарный выпуск. Blue Dream уже был куплен. Поэтому мы просто начали думать, что можно связать с Blue Dream. Какой продукт или какое блюдо, с Dream, наверное, ничего не свяжешь. А вот с Blue, как бы, есть несколько продуктов, в которых есть Blue. Ну, самое известное, наверное, Blue Cheese. Ну, типа сыр с плесенью. Ну, а поскольку, как бы, не хочется углубляться совершенно в кулинарный... Хотя, кто его знает. Но для начала мы придумали делать такие вот абсолютно простые. Во-первых... То, что вы сами можете сделать. Это раз. А во-вторых, мы вообще, в принципе, я думаю, в самом начале немножечко сделаем несколько эпизодов про разные бургеры вообще. В принципе. На самом деле, по соотношению времени и сил, которые ты тратишь на приготовление, к тому результату, который ты получаешь, это одно из самых лучших блюд. Каждый раз, когда ты произносишь слово соотношение, я почему-то ТГК, КВД сразу... Ну, это уже профессиональная деформация. У нас, кстати, были... Ладно, у меня был один этический вопрос перед этим выпуском, связанный с бургером, что... Насчет мяса? Вполне возможно, у нас есть подписчики, которые резко... Вот давай, пока мы крутим бургер, сразу вот в первом выпуске, скажем, вообще большинство... Ну, как извинимся, ну, как бы мы уважаем, мы уважаем ваш нравственный выбор не есть мясо. И красота этого мира в том, что выбор может быть у каждого из нас разный. И да, действительно, может быть... Ну, не может быть, это правда. Я лично очень люблю животных. Ну, действительно, любишь животных? Да, конечно. Мы же поэтому на охоту не едем. Мы же поэтому бургеры делаем. В большинстве выпусков этой рубрики будет мясо так или иначе. Мясо, курица или рыба или что-то такое. Ох, нихуя, я даже не знал об этом. Она будет. Ну, как бы, может быть, будут некоторые веганские выпуски. Да, будут. Но их точно будет не большинство. Да. Да, понятно, что, ну, не всем это нравится. Ну, вообще, я вот лично считаю, что в поедании мяса нет ничего плохого. Ну, то есть, как бы, многие животные едят других животных. Ты хочешь, чтобы мы сейчас улыбились? Просто коротенько. Коротенько просто свое мнение. В поедании мяса нет ничего плохого. В том, как животные для супермаркетов выращиваются, в каких они условиях содерживаются и как их забиваются, это, ну, действительно плохо. Это реально как концлагерь. То есть, действительно, животное выращивают на убой в плохих условиях, чтобы получить максимальный вес. То есть, вот то, что вот происходит для больших сетей, которые там тонны в час производят для супермаркетов, да, это плохо. Это действительно жестокое обращение в животных. Абсолютно. Ну, фермерское мясо, то, что там эта корова паслась на лугу и потом ее съели. Ну, ее бы и волки съели, как бы. Ну, это природа. Животные едят других животных. Вот, как бы так, короче. Поэтому мясо будет, если вам неприятно, не смотрите эти выпуски. Веганские выпуски, веганские, веганские, как будет. И даже со спортивной едой будут у нас. Если вам не нравятся веганские бургеры, тоже не смотрите эти выпуски. Короче, сейчас поедем. Шериф вернулся в город. Врубай камеру, будет шоу сейчас. Дай пыхнуть. Там же нечего, по-моему, выходить. Надо сделать, во-первых, джантецкий. Во-вторых, ехать за продуктами, покупать. И, в-третьих, готовить еще этот бургер. А, мы же их типа еще не купили. Да. Да, надо съесть. Я хотел подмигнуть вместо этого. Как-то, я не знаю, что я. Прилип просто глаз. Я закрыл глаз и кивнул. А ты мне хотел подмигнуть? Нет, им типа что. Ты сказал, как будто мы еще не ездили. А я типа... Короче, продукт на самом деле уже купил. И это хорошо, потому что сейчас бы пришлось на куриными ехать. Да тиза! Мы же хотели сказать. Все равно, короче, давай сейчас посмотрим. Посмотрим. Так, приехали за мясом. Лучшее мясо где? Лучшее мясо у иранцев. Это я здесь... Старинная коротка. Как будто мы иранцев есть собрались. Я здесь постоянный клиент. Я здесь все знаю. Сразу смесь баранины и телятины. То, что надо. Чтобы не прогадать. Да, для бургеров. Смотри, тут прям... Как у русских на самом деле. Очень много солений, всякие эти... Вот как типа лечо. Да. То есть, реально очень похоже в этом плане на русских. У нас же, кстати, было уже, да? Иранскими, видимо, были. Да. Еще вот мед они любят. Смотри, сколько меда разного. Ну, это типа сырые, знаешь, замороженные. У них здесь все прикольное, на самом деле. Вот я всегда здесь беру мясо, у них всегда все свежее. Вот для образца, кстати, вот здесь. Да, это типа уже готовые котлеты для бургеров. Просто замороженные. Но мы сделаем сами еще. Почему? Котлеты не сделаем. Называются бургеры. Да, по сути, да, это котлета-бургер, а не блюдо. А блюдо-гамбургер. Можно взять, просто сравнить, знаешь. Специи всякие. Красота. Орехи, семечки. Чай еще они очень любят. Тоже похоже в этом на русских. Вон там сколько чая. Не, я не люблю, я кофейный чувак. Но, вот допустим, жена у меня очень любит чай. Как в Северной Америке, где-то, а я в Северной Америке. А я никогда даже в России. Я когда приехал в Канаду, я купил пачку чая. И у меня через три года осталось мне еще один из пакетиков. Говорят, что если смешать иранское мясо и израильский хлеб, получается самый... С кошерным сыром. С кошерным сыром. С кошерным, да. С сыром, по-моему, самый лучший сыр. А сыр вообще кошерный продукт? Я не знаю. У меня есть такой еще. Или плесень вот еще, а то же сыр с плесенью. Ну, как бы, если здесь есть сыр, то он кошерный. Здесь все кошерное. В этот магазин, кстати, кто нас давно подписан, его уже знают. Мы не первый раз тут. А ты какая-то? Кошерный продукт? 100%. Ну, вот. Все. Рафаэль Мишулам завещал. Да. Вон, сын, сколько хлеба. Нифига себе. Сейчас что-нибудь выберем. Нам нужны булки такие. Бургерные булки. Да, мы можем взять несколько разных, знаешь. Ну, короче, булки есть. Сейчас выберем. Либо можно, конечно, под заморочивание сгонять. И самим спячь. В итальянский, да, конечно. А вот тоже, кстати, булки. Да. Это вот какие? Чем не булки? Кошерные. Кошерные бейкери. Вот эти чисто белые. Я бы вот такую хотел. А? Я бы вот такую чисто белую хотел. Вот просто такая классическая бургер. Кошерная булка. Держи-ка вот эту. Сыра. Ищем хлеб. Санкционочка. Санкцион. С холоденья. Халапено. Вот те блины это. И кошерный магазин. Сыра нет. Да. Ну, придется куда-то еще ехать. Говорят, для хорошего бургера мясо иранское. Хлеб кошерный. А сыр должен быть из итальянского магазина. Ну, как бы кто, если не итальянцы, знают толк в сыре. Мне кажется, если не они, то никто. Как видим, как видим, в кошерном отделе сыра много, но конкретно blue cheese нет. Да, из грибов тут только шампиньоны. Шампиньоны это не грибы шаитаки, это на любителя. О, вот вешенки. Вешенки есть. Все, живем. Все, как я, в мире, оболитая земля, должны быть сделаны из бумаги, которую делают из конопли. Да, кстати, вот это можно было бы сделать из конопли легко. И было бы биоразлагаемо еще. Честно, самый-самый мой вообще любимый магазин. Я тут вообще тысячи лет не был. Я раньше здесь жил, вон там, вон рядом, и постоянно здесь отоваривался. А сейчас я уже года... Вот скажи, самые крутые фрукты. Бля, ну, тут вообще все на самом деле свежайшее и очень качественное. Да, я по-кому видел. Но единственный минус, дороговато, конечно. Это правда. Один из самых вообще дорогих магазинов в округе. Но вот реально качество всего. Никогда ничего там нет заткнившего, подлежавшего. Все от Гуччи и Версачи. И плюс, ну, как бы это считается итальянский магазин. То есть, все, что касается мяса, сыров, вот всех... Оливок там, только, по-моему, 17 разных видов. Да, в этом это на самом деле очень клево. Вот что-что. А колбасу? Смотрите, какие. Любимые, е-мое. С хорошего, с хорошего ребенка размером потом колбасу. Тут сразу видно побольше выбор сыра. С хорошего ребенка делают колбасу, и с плохого делают блесневелый. Опять уж вон оттуда начинается, аж загибается. О! Голубей не придумаешь. Все, что нужно. Бактерии. А вот, наверное, на побольше. Да, нам, знаешь, чтобы мы его порежем вот так, типа, поводоль. Это даже не порежешь. А вот порежешь. Что это? У нас есть подписчики? Я точно знаю, что у нас есть подписчики из Италии. Что это? Вот так пришли в итальянский магазин. Тут неизвестно, что продается. Вот макароны, я понимаю. Вот это итальянская тема. Все купили, все разложили, все готово. Нет вообще в этом мире ничего проще, чем приготовить бургер. Абсолютно. Самое главное помнить, что бургер это котлетоз и хлеб. Все остальное, что вы туда засунете, будет по вашему собственному желанию. В нашем же конкретном случае у нас это blue cheese. Потому что такое мы blue даем. Ну и еще. На, заживай. Давай. Кстати, ты помнишь? Такой вот мятный привкус у нее есть. У нее есть что-то цветочное. А на криво пошел. Кстати, blue dream, между прочим, довольно интересный сорт. Потому что вот его родителями является Blueberry, кстати, откуда blue dream, почему именно голубой, Blueberry и Haze. Haze это, короче, такой сативный прародитель всех прародителей, в котором собраны там тайская, мексиканская, колумбийская. Рассказывает комочной. Разные, абсолютно разные, разные сативы. А вот Blueberry, хоть он и является индикой, становился победителем в индичной номинации много-много раз, но его родители это сативные сорта. И получается, это у нас сативный гибрид Blueberry или гибридный гибрид? Вообще принято считать, что это гибрид, типа что он сативный на 60%, потому что вот именно из-за прародителей. Но все по-разному говорят. Опять-таки, возвращаясь к вопросу о индике iSativa, это очень сложно, потому что даже вот этот же пакет травы завтра мог бы для нас быть немножечко другим по ощущению. Абсолютно согласен. Я вообще считаю, что нет разницы между индикой и сативой. Пишите гневные комментарии. Пишите гневные комментарии, но на нашей стороне наука, между прочим. Еще пока что не уровень у нас кулинарных шоу. Во-первых, наше единственное кулинарное шоу, которое начинается с того, что мы перед ним курим. Во-первых. Да. А когда куришь, у тебя, когда ты с ножом большим стоишь, у тебя все время такое ощущение, что вот-вот может и палец с лучком-то и смешаться. Сейчас как бы не прорезай его вот здесь. Сначала не, сначала вот так, как ты тогда резал. А, ну не до конца. Нет, подожди, разверни его. И вот так режь, чтобы не до конца вот здесь доходя. А, все, 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 понял. Чтобы он как бы там оставался, держался. Упс, ну ничего. Упс. Теперь просто ровно посередине один раз разрежу. Все, теперь шинкует. Вот как бы, ну, в этом случае жопка остается в отходах, но как бы ничего не стоит что-то, зато удобно резаться. Две луковицы, вот у нас здесь сколько? Где-то килограмм, килограмм мяса, две вот таких луковицы. Думаю, будет в самый раз. Еще нужен лук для того, чтобы его заэтовать. А мы будем карамелизировать? А почему нет, давай. Для карамелизирования надо крупно резать, полукольца. Ага. Все, лук порезан. Как видели, часть мы всыпали сразу в фарш, другую часть мы будем карамелизировать, потому что что, что за бургеры без карамелизированного? Карамелизатор карамелизировал, карамелизировал, да не выкарамелизировал. Чтобы закарамелизировать лук, нам нужно все. Я так вот на этом надо просить. Оперативная съемка. Нам нужно масло сливочное. И в общем-то лук. Да, дело не хитрое. Кидаем масло, топим его, кидываем лук и как следует его обваливаем в этом масле. Знаменитые луковые выстрелы. Дальше мясо. Грибы сейчас еще. А, грибы. Сколько нам надо? Еще две пачки. Все. Хотя, не, вот этого сока хватит. Хватит, да. На запах просто. Кулинарное шоу, как машина. Любишь blue cheese бургеры? Да, конечно. Кто не любит? А ты будешь поставить blue cheese внутри? Не, мы сначала сделаем мясо, а потом сверху еще положим. Что ты думаешь про грибы? Как ты относишься к грибам? Узнаем мнение канадцев. Спрашивают, едят ли канадцы грибы. Вообще, как ты к грибам относишься? Мне не нравится. Ты их ешь или вообще нет? Да, я кушаю, когда есть, но мне не нравится. Говорят, что канадцы вообще не едят грибы. Но, почему? Они любят на пиццу. А к психоделическим грибам? Они любят, да. Сайла-сайба, они любят. Ну, а скажем, вот грибы, кроме шампиньонов. Вот если. Шампиньоны, портабелла, вот кроме них. Вот вешенки, белые грибы, грузди. Да, белые везде. Опята. Ты вообще хоть раз в жизни собирал грибы? Нет. А, нет, да, один раз в России, да. А вот здесь? Ты знаешь хоть кого-нибудь, кто собирал грибы? Все в городе ничего не делают. То есть гриб водится только в супермаркете? Да, и все. Как видите, грибы можно купить только лишь в супермаркете, можем так сказать. Или насобирать мы еще можем. Да, но вот это мы, мы известные, знатные грибники, состоящие в микологическом сообществе Торонто на минуточку. Это вам не это. И в следующем году мы будем штурмовать руководство. Мы сместим, сместим. Мы грибная власть в Антаре. Так вот, если вы не как мы, и у вас грибы только в супермаркете доступны, то лучшее, что вы можете купить в супермаркете, это вот эти вот вешенки. Вешенки. Вот они. Потому что у вас может быть в супермаркете вешенки, шампиньоны, портабелло. Портабелло это большие шампиньоны, то же самое. Да. И шиитаки. Шиитаки обладают сильным вкусом. О, шиитаки очень хорошо. Они обладают сильным вкусом, но он не всем нравится. Мне, например, не нравится. Помнишь шиитаки, когда в этом хэнговер, помнишь в этом, мальчишник в Вегасе? Это червь? Вроде гриб. Как шиитаки. Так вот, короче, если вам все эти ассоциации неприятны, если вкус вам кажется противным, как мне, то вам остаются только вешенки. Либо еще могут быть лисички, но только по сезону. Мне грибы вообще в любом исполнении вообще и по-разному сделаны, и любые грибы все они мне нравятся. А вот шампиньон, вот шампиньон это не грибы. Я вот как только... Шампиньон такой как Кока-Кола среди грибов. Первый, первый, первый мой указ, когда я стану президентом... Отменить шампиньоны? Да, вычеркнуть их, выписать нахуй из грибов. Пишите в комментариях, пишите, ставьте свои дизлайки. Шампиньон это не гриб. Ты хочешь очень радикализировать нашу... Шампиньон это не более чем вода... Чем прыщина. Вода с легким привкусом земли. Даже если он выращен сам вот в природе. Это вода с землей. У него никакого вкуса, кроме землистого. Самый вкусный бургер, который ты ел? В каком из мест? Из сетевых? Да вообще из любых мест, в которых ты ел. Если из сетевых, то я бы сказал Бургер Кинг. Бургер Кинг? Да, ну вот как бы Вендис, я люблю Вендис. Вендис, кстати, классный, действительно. Вот если, что касается моего лучшего бургера сетевого, если в бургер от Вендис засунуть котлету из Бургер Кинга, вот это будет идеальный бургер. Потому что Бургер Кинг выигрывает в том, что у них подкопченная котлета. Она как будто бы на углях. Но она типа, я думаю, она полита жидким дымом. Ну правда, я люблю бургеры, я их пробую. У них есть вот эта подкопченность. А АНВ тебе не нравится? АНВ вообще нет. Нет, а мне вот зашло, если честно. Это же вот у них там мама, папа, вот эти бургеры. Да, да, да. Ты ни разу не пробовал, не вгрызался, вот чтобы прочувствовать. Мне кажется, похоже на Макдональдс. Думаешь? А мне кажется, это довольно неплохо. Вот в Макдональдсе что плохо, текстура хорошего мяса, но вкус какой-то такой максимально вообще нейтральный. Короче, бля, давай грибы режь. Режь их просто пополам. Вот большая ошибка, люди мелко режут грибы. Это не надо так. Грибы на 90% состоят из воды и очень сильно уменьшаются. Вот сейчас здесь просто как будто этот кластер разрезать. Вот знаешь, по плотной его части. И вот здесь еще вот так тоже. Как брокколи, когда режут. Вот этот? Да, вот здесь вот, знаешь, вот так разрезать. А, вдоль? Как бы между ними, типа. Во, вот так. Во, чтобы это были, типа, разные кусочки. И вот этот еще пополам можно. То есть вот представь, такой кусочек, который вот, когда он в три раза уменьшится, тебе было бы приятно, чтобы он тебе вот попал вот в рот, вот какого размера. Сейчас, блядь, мне вообще нахую. Я просто хочу жрать. Ну, вот так, наверное. Да, ну, да, типа того. Все, вот чтобы они, типа, и большие, и маленькие были. Вот так, вот идеальная, идеальная нарезка. Руки пахнут, как сыроежки. Они прям пахнут грибами, вот. От шампиньонов нет такого запаха. Если вдруг, если вдруг вам захотелось приготовить вот-вот абсолютно такое же блюдо, только с ТГК, потому что от нас вы все время этого ждете, вы просто должны заменить все масла, которые мы используем. Вот берете такое же масло, но с ТГК. Да, с ТГК. Универсальное правило к ТГК-кулинарии. Просто масло с ТГК. Да, если только это не напитки. Грибочки прям пахнут грибочками. Лесом. Сразу лесной. Кстати, ссылка на грибной выпуск в описании. Разъебал он. Вообще, блядь. Вот сейчас вот полный эффект я прочувствовал Блудрима. И вот как бы, опять же, что касается сативы, сативы типа или индики, вот сейчас мне кажется, что эффект сативный, но потому что мы снимаем. Давай, подожди. Чтобы по-настоящему оценить сативность и индичность, в правых нужно видеть лицо. Особенно... О, блядь, ну как будто это, как будто мусора принимают. Глаза отпурившие. Че в носке, блядь? Ну да, вот сейчас по моим глазам видно, что меня разъебало. Но мне кажется, что типа очень энергично разъебало. Но вот я уверен, что если бы я вот так же то же самое выкурил дома, один просто, когда я лежу в телефоне, мне бы казалось, что индично. На самом деле это все в вашей голове. Да, давай я всыплю грибы, раз уж ты держишь этот. Я хоть как-нибудь поучаствую. Давай. Казалось бы, такая маленькая сковородочка для такого количества грибов. Ага. А нет, все влезет. Грибы, грибы, они на 90% состоят из воды. Сейчас нам надо ее немножечко подвыпарить. Помнишь, это песня? Да, даже и... Да ты грибы. Масла даже, возможно, немножечко много, но, опять же, много сливочного масла, это такое понятие относительно. Как эти грибы называются? Это называются вешенки. Вешенки и масло. И, кстати, очень легко выращивать дом. Есть целый подраздел видео на YouTube. Прям как жанр. Растим вешенки. Раньше любил смотреть. Там просто такие деревенские, просто обычные мужики. Вот у него там стоит где-то у него пасека, и на пасеке там какой-то вагончик. И вот у него там мешки что-то с соломой. Вот я там нарвал, спиздил там в колхозе мешок, набил этой соломой, вот вешенки там заходят. У него там реально такие, просто, блядь, полстенец, там бы просто в шоке был от его фермы. А там просто такой мужичок, ну вот тут вешенки, я, он еще говорит, я, говорит, принципиально. Как называются гроверы грибов? Шрумеры. Шрумеры. Какое слово? Ну это больше про психоделические грибы. А так, ну, грибовод. Машрумер. Вот машрумер, это вот эти грибы, а шрумер, похоже, как будто курицу жарят. Да, он, кстати, и на вкус немножечко, и на текстуру напоминает. Вот вешенка, это вообще... Это вешенка, блядь. Это физдатэ. А ты покурил, да, уже? Да. А еще есть... Может быть. Займемся по-настоящему важными вещами. Эти руки любят только две вещи. Эти пальцы любят только две вещи в этой жизни. И одна из них мясо. А вторая шмаль. Не важно. Так. Ну просто... А, подожди, надо это посолить. Попечить. Да это ладно, это можно по ходу всегда. Не, ну все равно же потом перемешивать. Зачем два раза? Сюда. Сначала, короче, надо немножечко промесить, чтобы лук распределился, а потом вбить яйцо и уже замесить и сформировать сразу котлетки. Котлета поклонения, знаете, есть такая религия течения такой запрещенная. Котлетизм. Котлета поклонничества. Религия котлетизма. Или котлетизм, да. Давай делаем котлетки. А? Бургер есть котлеты. По-русски котлеты это бургер. Это вот это вот... Как говорят некоторые эксперты, вообще это от котлеты и произошло, блядь. Вау. Так красиво выглядит. Вот даже не скажешь, что это мертвое животное. А? Перемолотое. Выглядит как какое-то... Перемолотое, перемолотое, мертвое плоть. Все-таки они еще издеваются. Сейчас пизда, блядь. Вот теперь нас точно консельнули, блядь. Это канал точно в Индии нету, да? А? О, кстати, сейчас... Самый запрещенный канал. Это, блядь, священная корова. Все, теперь давай нам надо туда яйцо вхуячить. Вхуячим яйцо, блядь. Все, мы уже начали материться, как сапожники. Мы сразу с начала матерились. Да мы с первого выпуска, вообще, как... Яйца тоже нельзя шли. А че, яйца тоже нельзя шли? Да. Блядь. Яйца, это уже вообще, это че? Ну, это вообще неродившийся цыпленок. Не, оно же не оплодотворенное. Какая разница? Он нерод Bitcoin, это часть его существа. Ну, это, блядь, типа как менстрация, неродившийся ребенок. Впервые это слово прозвучало в кулинарном шоу. Впервые кулинарный выпуск. Бордон Рамзи такой, а он хорош. Первый кулинарный выпуск торопых, который не закончился. Теперь все, что ты сказал, я максимально визуализирую за счет тактильных. А уже можешь ничего не говорить. Процесс запущен, само-само. Так, что еще сюда надо в фарш? Все вроде. Все, можно формировать котлеты, выкладывать на эту же доску. Сейчас там помешаем. Да посмотри, как красиво. Пахнет уже как будто мясом, типа. А еще лучше просто пикинг, просто собирать, чтобы ничего не делать. Выращивать это уже слишком много ответственности. Надо одну тестовую сначала сделать. Вот такая примерно она должна быть. Ну-ка, покажи сбоку. Мне кажется, мы можем потолще. Она еще тоже усядет. Надо, знаешь, как в хорошем бургерном месте, а не как в Макдональдсе. У Макдональдса, у Бургер Кинга всегда тоненькие котлетки. Можно, да, я согласен, можно их две положить, три положить. Да, макдаковская котлетка, это вообще не котлетка, блядь. Как фариш-видео, знаешь, когда люди нравятся такие, когда слушают, когда кушаешь или что-то. И ты такой, yeah, slap that meat. Come on, baby. Slap that meat. Come on. Yeah. Yeah. Что-то у нас кулинарное, наше кулинарное шоу. Ты знаешь, как типа по заказу каких-нибудь там этих извращенцев записывают очень специализированные видео? Звуки, именно. Ну и видео просто. И вот кто-то просто заказал видео, что один такой накачанный чувак стоит и просто хлопает по фаршу молча, а другой смотрит и ест банан, а третий все снимает на камере. Знаешь, где он живет? Запрос на OnlyFans такой пришел. Three dudes, one kitchen. Fuck yeah. Свежо на улице-то. Но у нас здесь несколько стихий, это даже прибавляет немножечко шарму происходящему. О-о-о, такое тепло оттуда повеяло. Огонь. Мясо и огонь вообще, мне кажется, они вот, ну, во-первых, они рука в обруку уже идут миллионы лет нашей эволюции. Возвращаемся обратно к разговору, который вызовет резонанс. Ну, если это не прекрасно, то я не знаю, что тогда прекрасно. Ух, запах какой уже пошел. Запах просто. Жаль, нельзя передать запах. Как летос жарится, торопых снимается. Хотя и газовый гриль, но запах все равно, вот этот запах шашлычка есть. Ну, конечно, не хватает немножечко. Ну, на угольном, конечно, но это мы летом. У нас сейчас зима все-таки, вот там мы обычно снимаем. Сто бургеров у нас рубрика называется. Сто бургеров разных. Сто бургеров, да. Так же примерно, как мы отсняли сто сортов, примерно, по той же схеме. То есть, примерно десять, как минимум. Как минимум. Десять разных бургеров с разной начинкой. Каждому еще разный сорт. Че, накроем? Да, давай пусть немножечко. Или порнхаб канал. Порнхаб, кстати, приносит больше, чем ютуб. Мало кто знает. Закрываем нахуй этот, блядь, богадельный. Ну, вот если, типа, делать контент. Ты Лысова видел с этого? Сбраза. Вот он. О, май, гад. Тебе надо какое-то имя. Имя, имя. Какое-то надо имя. Джонни. Не, можно максимально. Джонни секс. Джонни секс. Джонни Хардвуд, что-нибудь. Джонни Хардвуд. Три партия, один кухон. Тарафак. Оу, еее. Оу, еее. Я могу делать помидор. Да, давай. Давай, приложи руку. Я всыпал грибы. Ты порежешь помидор. Давай посмотрим. Давай посмотрим. 100 сортов. Мне очень нравится. Ребята там курят марихуану и делают бургеры. Я думаю, надо еще немножечко подождать. Давай мы перевернем. Не, не, не. 100%. Я эту барбекю знаю. Уу, как там шкварчит. Я эту барбекю знаю, как вообще. Ну да, еще видно. Видно, видно, да. Ну, больше, больше прижаренок. Больше вот всех этих зашкваренок. В этом самый вкус. Больше зашкваренок. Это ты сейчас рецепт хорошего канала. Практически сейчас выдал. Больше зашкваренок. Больше. Больше просмотров. Это Дэйв Шапелл. Старый, старый Дэйв Шапелл. Дэйв Шапелл – the greatest. Надо вот так резать. Вот так? Нет, вот так. Вот, чтобы были треугольники. Сектор. А-а-а-а-а. Надо каждый на три разрезать. Каждый на три, да? Будет шесть кусочков наших, шесть котлет. Во-во-во, идеально. Нормально. Нормально. Главное, мы сейчас его слепим. Он же липкий. Главное, чтобы можно было положить вот так на бургер. Равномерно, знаешь? Все будет заедать. Во! Во! Все. Пахнет, пахнет, как у кафе Руслан в моем детстве. Это реинкарнация к кафе Руслан. Это намного лучше, потому что кафе Руслан только пах хорошо. На самом деле там легко было нож поймать. А, это одно из таких кафе. Ну да. Эх, моя молодость. Смачная шашлычка. Протекала иногда. Сыра, конечно, мы не пожалели, но... Главное, чтобы он расплавился. Не все, но теперь закричит расплавил. Нормально. Сейчас он начнет плавиться. Сейчас, как-то, как-то. Сейчас, как-то. Сейчас, как-то, как-то. нет единого мнения куда мазать соус я все-таки или на на лист вот этот лист я все-таки люблю когда он не на хлеб на листе мне нравится чтобы не впитывался в хлеб давай так и будем делать тогда сначала кладем лист свежайший салатец кошерный я не очень люблю много салата ну вот у нас один из точек по сути в каждом один из точек так теперь на него соус соусца пербон это так серегу называют наши коллеги журнал киножурнала толпе лет 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 о ништяк котлетос ли тоси куда-то еще нам надо грибы впихнуть все будет нормально лук по идее котле можно на отдельную тарелку вот так разложить и не но суть бургера в том что все вместе он ты сам собираешь проблемы не только сделать ты сам можешь собрать это не надо сделать об один за красота лучок сначала наверное да давай на новом к ул вообще всего ништяк вот так пойдет как нибудь еще пару грибов буду уместить смотри а шикардос еще грибочек уже делать так делать уже по-человечески уже у помидорка кажется помидорка сюда уже не коридорка это знаешь это здоровый для городских здесь так зелено все для пижонов пора пробовать давай я щас искренне за тебя рад вот это просто это просто великолепно вот на котлете очень такая прям поджаристая корочка здесь видно она прям хрустит да по поближе она прям хрустящая хрустящая вот это мясо на прям сочная вот я нажимаю выступает прям сок вы прокусываете вот эту хрустящую корочку очень сильно зажаренную пахнет щетка прям шашлыком и вам вот этот рот наполняется соком и потом это соленая нотка сыра и вот сейчас он уже офигенно пахнет и грибы с чесноком просто вообще за великолепно просто божественно вот вначале спрашивал какой был лучший бургер что ел это он вообще за всю историю да за всю историю всех бургеров это то возможно да это еще свойство сорта блудрим вполне возможно и вот чтобы полностью испытать конечно надо сделать такой же невозможно все и под блудрим его из бургера все невозможно испытать весь вот весь полностью комплекс все вот этих эмоций если ты не покурил блудрим невозможно бургер вообще все должен руками делаться если уже на то пошло мы решили без помидор поэтому мы оставили типа такой как это как со мной можно самому собрать а вот в этом же в харвисе можно самому себе собрать бургер а да ну чё ну скажи слова это слишком примитивный способ выражения моих эмоций дыши 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 не хочу дышать вообще наверное после 20 часов как я рад что я уже съел пол бургера еще спокойно могу снимать короче у нас удалось ты видел что люди уже обратили внимание говорят некоторые говорят когда сергей говорит короче это значит это люди расстраиваются выпуск подошел подошел к концу значит вот что это значит выпуск подошел к концу до но рубрика только началась новая с этого выпуска а если нам надоедят бургеры надоедят готовим шаверму тоже легко пожалуйста бургеры шаверма что мы как будто мы как будто бизнес в анапе открываем яичницу в конце концов яичницу приготовим бургер с яичницей вообще короче я думаю такого кулинарного шоу вы еще не видели я еще один у снук долго там есть какой-то кулинарный шоу мне кажется это даже близко так не душевно у него пишите в комментариях про что какой бургер приготовить следующем и какой сорт к нему во 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 давайте чтобы вот пишите в комментариях связку типа сорта бургера самое забавное какое-то сочетание чтобы они обязательно были как-то связаны сорт травы и ну типа идти бургера и лучший который мы прям выберем зачитаем в начале выпуска кто это предложил мы сделаем скриншот поэтому пишите придумывайте и здесь меня накурила сегодня ну а на то она и блуды им вообще-то это же рубрика 100 сортов не только вот у нас вот это вот вот это вот между прочим сейчас отправиться туда к чему она дорога и принадлежит ваше здоровье все а а а а а а а